Моя цель это понять самого себя на протяжении всей жизни и но на данный момент я конструирую свой стиль музыки мне нужны люди команды профессионалы которые не первый год в этом деле которые знают музыкальную индустрию в китае и так далее потому что я self-produced хорошо на молитву похоже ну такие дела так мы и делаем каждый раз процесс она занимает очень много времени конечно но такая импровизация самое сложное написание музыки это миксинг процесс миксинг называется данный процесс выстраивает звуки так как мы слышим в наушниках машине обычно слушатели не слышат этого но музыканты это слышат и миксинг это самый сложный процесс рассказать о песне хорошо данная песня называется switch your melody switch your melody потише она будет бить данная песня о том как каждый день миллион артистов выступают на разных сценах и у них есть один челлендж это то как они презентуют себя то какими они являются на сцене перед тем как выходить на сцену я пишу в этой песне о том какие челленджи проходит музыкант каждый день о том что ему говорят что ты слишком худой ты слишком толстый для сцены ты слишком слишком веселый слишком и так далее моя самая любимая песня на данный момент это санта клаус потому что она является моей самой первой песней моя самая историческая это собой потому что если вы прочитаете все лирикс к этой сабле вы услышите грандиозный бэкграунд грандиозную историю о любви притязательства о том как люди взаимоотношениях людей друг с другом и вот эти две песни я выйду за ним и самые первые кстати мы едем на выступление давайте пожелайте мне хорошего выступления всем удачи пойдемте на кнопку сразу сейчас и готовимся к песням сряда в чиновной вот здесь вы можете слушать чиновский язык звук Извиняюсь, мой брат смотрел этот сериал Я проходил рядом, он находился в зале Я находился в своей комнате И я услышал одну фразу в данном сериале Я не желаю жить в таком мире То есть один из главных героев сказал что-то наподобие такого Я не хочу жить в подобном мире Я взял эту строчку и начал свое стихотворение, которое я очень люблю Оно у меня в моем сборнике Я не называл его сборником стихотворения Я назвал это творческий сборник С 2012 по нынешнее время все мои стихотворения Те, которые я выбрал лично Потому что многие еще не вошли Вот есть моя ранняя поэзия С 2012 по 2016 год А это моя поэзия поздняя С 2016 по 2019 Вот они Все, что я написал в школе Это много Да, идея просто была Когда Коллинз написал в чат на этой группе Мы сразу отреагировали Мы отреагировали С нашим студсоветом И мы начали сразу искать место И перформеров Какими возможностями можем помочь Коллинзу Так и получилось Я рад, что люди пришли Я ждал, что будет меньше людей Я рад, что люди покупали Те вещи, от которых Пациент от которых пойдет на помощь Коллинзу Но сейчас у меня ощущение полноты Конечно Сколько это? 35 Там QR-код Все деньги идут Есть, есть Так Это Судакэ, да? Ага Балам Султан Балам 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 Султан Балам Как-то мне мой друг посоветовал подкаст Один из подкастов на ютубе Я очень заинтересовался этим подкастом И в дальнейшем я бы подумал, что я делал мероприятие Он очень интересный, он часто спросил многие, например, что ты сейчас делаешь, что ты любишься, что ты думаешь? И мы думали, что он очень интересный, он будет делать Он очень интересный podcast, он очень хорошо Потому что он получил параметры, которые люди, которые люди, которые очень интересные Да, и я очень люблю Шарипа, и он очень хороший Я понял, что нельзя быть успешным в своем деле, если ты не прикладываешь усилия. И я отработал себе систематику. Не благодаря спорту, которым я занимался раньше, а благодаря своему брату и так далее, родителям. И я выработал эту систематику. И это воистину то, чем я могу гордиться. Просто потому, что я могу сказать «нет» чему-то изящному, которое соблазняет, и «да», которое абсолютно не привлекает, но я должен это делать. Просто потому, что я должен принести доброту, радость и себе, и своим слушателям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok